Снова перенесли табличку в Excel, снова прибегаем к условному форматированию. Так мы видим, что для молодежи, некоторых категорий молодежи свойственно принимать участие в массовых акциях. И для некоторых категорий пожилых людей свойственно принимать в массовых акциях протеста. Для людей среднего возраста это совершенно не свойственно. Очевидно, что это разного рода акции. По разным причинам приходят люди пожилые, пенсионеры на акции протеста и молодежь. Это вопрос, который требует дальнейшего исследования. По каким причинам, какими мотивами руководствуются те и другие. Но так или иначе, мы выяснили, что молодежь, да, действительно ходит. Люди пожилые, да, действительно, опять же ходят. Сопоставим полученные результаты с предыдущими результатами. И мы видим, что, вообще говоря, молодежи не свойственны интересоваться политикой. Тем не менее, на публичные акции молодежь ходит. Здесь может быть две гипотезы. Либо это какая-то особая группа, категория внутри молодежи в целом. Молодежи в целом неинтересны. И здесь, соответственно, есть особая категория, которой интересно заниматься политикой. Но просто в силу своей малочисленности она здесь не была выявлена. А здесь она выявлена. Либо же молодежи неинтересны политикой, она ходит на акции по другим причинам. Например, на акции, за которые платят. Это вторая гипотеза. Какую другую гипотезу можно проверить под желанием. По людям старшего возраста, опять же, мы видим некую несостыковку. С одной стороны, наибольший интерес к политике проявляют люди от 38 до 74 лет. С другой стороны, на политические акции входят люди еще более старшие. Здесь тоже вопрос заслуживает дальнейшего изучения. Так или иначе, связь есть, о чем говорит значимость хи-квадрата. На value в хи-квадрате мы не смотрим, потому что хи-квадрат не имеет границы максимальной. Поэтому 141 нам ни о чем не скажет. Итак, связь статистически значима. И она характерна для молодежи и для людей пожилого возраста. Есть ли связь между интересом политики и участием в массовых акциях? Снова про Ставс.